Сфоткаться? Ну, сфотографируйтесь. Да вы что, я же развращаю молодёжь. У нас сегодня девичник. А, у вас девичник? А у вас будет разврат? Да. Серебро в бороду, бес в ребро. Хочу вам зачитать вот сразу комментарии одной из тортил, которые я оставила, буквально, не знаю, час назад под моим постом в моей группе ВКонтакте. Вы любите заниматься эпатажем на своих экскурсиях, а я читать умные книги, дневники и так далее. Ну, я, так как вы знаете всю информацию, которая мне поступает в голову, которую я перелопачиваю и транслирую вам, исключительно опасанным подворотнем собираю, да? Исключительно там. Я тоже экскурсовод, как и вы. Во многих музеях работал и продолжаю. Я только дешевыми сенсациями не люблю дразнить людей, в отличие от вас. И приписочка смотрела несколько ваших экскурсий. Конечно же, она смотрела несколько моих экскурсий. Я же как делаю? Я же беру плеть, прихожу к людям и говорю, а ну-ка, сука, смотри мои экскурсии. Если не будешь смотреть, я тебя буду пороть. И он говорит, а-а-а, да-да-да. Я же всех принуждаю к этому. Вот мне сейчас сделали ирокез в салоне, и там его сграфировали все. Абсолютно все. А почему-то людей, которых стригли сбоку и слева, не фотографировали. Потому что мы живем, на самом деле, в ситуации тотального стресса и постоянного житания какого-то апокалипсиса. И, конечно, хочется каких-то ярких красок. А если это еще совмещено с какой-то нормальной кривической информацией, why not? Но, собственно, есть у меня вот такой отряд моих тайных фанаток. Я их называю тортилами. Сегодня мы находимся с вами на Стенной площади. Огромный пласт информации, которую я мог бы вам рассказать. Но я ограничусь, как бы, определенными моментами. Ну, начать нужно с того, что в 1999 году, конкретно 10 июня, вот у этой станции метрополитена отвалился козырек. И он отвалился очень неудачно, пришибло, ну, по-моему, как минимум одного человека. Ну, народ в порыве цинизма, естественно, прозвал ее тут же без козыркой. По этой теме, кстати, спилили несколько козырьков у нескольких станций метрополитена, потому что выяснилось, что, ну, вот, да, лучше это сделать. А стоит она аккурат на месте церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая на родине называлась Спасно-Семной. Вот она стояла вот здесь. Там сейчас у нас, вот если мы предвинемся чуть поближе, там у нас, вот, слышите, такой колокольный звон идет. Там у нас часовня, но она стоит не на том месте, где стояла церковь. Важно, на самом деле, понимать, что эта церковь была, потому что она фланкировала вход в город. Мы сейчас об этом поговорим. Хотят восстановить, я, честно говоря, не верю, что это возможно. Тем более, что она там будет немножечко в стороне, ну, в общем, не важно. Она стояла здесь, и вот эта церковь Спасно-Семной, она, конечно, была эпицентром местных нищих персонажей. Она прекрасно описана в романе Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». «О боже, я упомянул книжку». Ну, это просто случайно получилось, извините. Так-то я обычно анекдоты травлю. Но сама эта церковь, пойдем потихонечку туда, была построена по инициативе и на деньги некого человека по фамилии Сабакин, которому Екатерина II даровала право называться Яковлев, Саба Яковлев. Это был такой купец, который когда-то вообще торговал телятиной в разнос, а потом у него было несколько заводов своих собственных на Урале. В общем, ну, олигарх того времени. И в народе ходила масса байк про него. Одна из них заключалась в том, что он в день коронации Екатерины II отказался на свои деньги выкатывать халявную водку людям, ну, и кормить их задарма. Ну, дело в том, что он-то как бы был фанатом Петра III. Ну, и, соответственно, за это Екатерина II ему худовую гирю. Не гирю, а пудовую медаль такую из чугуна повесила. Пуда это где-то 16 килограмм плюс-минус. Вторая байка заключается в том, что там висели колокола, аж 500 там с чем-то пудов, это почти 8 тонн. И, соответственно, у одного из колоколов был язык, который был цепью привязан к стене, и ключ от этой цепи был только у этого Сава Яковлева. И, соответственно, он выдавал только тогда, когда хотел. Ну, вот огромное количество таких вот байк, но у меня была лекция, на самом деле, про мистический Петербург. Я там рассказывал, что в некоторых источниках, например, на всяких там телеканалах мистических и прочее, это место трактуется как место черной силы. Здесь был портал, где был дремучий лес, где пропадали люди. Ну, вот можно показать пока вот этот дремучий лес. Я достану одну книжечку. Я не стал брать весь свой арсенал сегодня, потому что, ну, честно говоря, лень таскать эти книжки. Ну, вот так вот эта книжка выглядит. Это советская книга Синюхаева «Садовая улица». Очень хорошая, кстати, эта серия книг. У меня есть отдельный выпуск, чтобы читать про Петербург. Там весь спектр, от искусствоведческих до краеведческих. И здесь, соответственно... Да, опять книги, опять про книги говорим, представляете? И здесь, когда мы подходим уже непосредственно к Садовой площади, здесь есть фраза о том... Ну, во-первых, это, естественно, была площадь мира, и проспект назывался проспектом мира. И здесь сказано, что когда-то на этом месте... Вот, кстати, гравюра прекрасная, как выглядела эта площадь. Вот это, спасно-сеной, видите? Вот это здание Габтвахты, где мы еще с вами окажемся напротив буквально. Но я подставлю, на самом деле, цветную картинку, чтобы вы понимали, как это все выглядело там в какой-то момент. Возникла площадь в 1737 году. Да, значит, здесь росли мелкие кустарники, да? То есть вот не дремучий лес, как нам пытается впаривать, а мелкие кустарники. Покажи пока эту замечательную конструкцию. То есть, на самом деле, вот если вообще не вдаваться в подробности, смотреть РМТВ «Мистический», я-то это все в интернатах находил, когда, ну, готовился ко всем этим историям, и вообще смотрел, что есть у нас, да, в Петербурге, ну, и в Петербурге, и в интернете на эту тему. Вот, поэтому это никакое, конечно, к мистике никакого отношения не имеет. Здесь был сформирован, действительно, сенной рынок из-за пожароопасности, ну, точно как же, как литейный двор, смольный двор, они все выносились за пределы города. То есть это, на самом деле, глубокая замкадия 18-го и даже еще 19-го века, начало 19-го века. Церковь эта, спасно-сенной, она простояла аж до 1961 года. То есть она пережила вот эти все погромы 30-х годов, когда особенно в Москве сносилось огромное количество церквей, и даже сама министр у нас культуры Фурцева запретила ее сносить, но главный архитектор города Ленинграда уже принял, соответственно, решение, и ее благополучно уничтожили одновременно с вот Греческой церковью на площади Восстания, ну, практически одновременно. Плюс вот я недавно рассказал про Троицкую церковь на улице Марата современной. То есть, ну, как бы, необходимости в этом особо не было, но была такая политика партии. И вот я вам хочу зачитать на самом деле отрывок из петербургских священных села Крестовского про паперть, про паперть, про эту церковь, вообще про обстановку, которая царила на Сенной площади. Группа простволосых босоногих девчонок и мальчишек от 5 до 12 лет в лохмотьях со спущенными рукавами, в которых они отогреваются из-за конченелой от холода руки. То есть одну какую-нибудь руку пока левая греется, правая становится протянутой к вам за подаянием. Ну, то же самое он пишет про ноги, да, что вот они босыми, специально босыми выходили. В принципе, у них и так-то денег не было на обувку, чтобы побольше давали. Ну, и самое ужасное, конечно, что он здесь пишет. Все эти мальчишки и девчонки, еще спилен, обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления. Это либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, которая достигает их очень рано. Еще раньше развраты, если не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до 12-летнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах Синной площади за самую уничтожную плату отдаваться развратом. То есть становится проституткой. То есть детская проституция здесь процветала вовсю. Извращенцы были всегда. У нас сейчас некоторые детские порно смотрят. Это, я даже не знаю, как это комментировать. В общем, ничего не меняется со временем. То есть вот такая вот атмосферочка. А вот здесь у нас находится здание гауптвахты, потому что основной поток людей приходил по тракту, сворачивал сюда и, соответственно, попадал в город. И церковь, она идеально фланкировала, на самом деле, этот вход. То есть портик вот этой гауптвахты, он отлично перекликался с портиком вот этой церкви Спасанной Синной. То есть это был такой законченный архитектурный ансамбль. Плюс вот эта колокольня, она доминировала. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что именно от этой церкви Спасанной Синной отправились четыре террориста во время взрыва Константина Викторовича Плеве у Варшавского вокзала. То есть они пропилили вот такое вот расстояние, дошли до Английского проспекта, до обводного, и потом подоспели к Варшавскому вокзалу. И Савенко в своих воспоминаниях пишет, что все было рассчитано прямо до минуты. Они шли с расстояния в сорок шагов. Самую тяжелую бомбу тащил Егор Сазонов, и у них все удалось. То есть вот, и можете просто по Яндексу измерить, да, вот отсюда до Английского проспекта, до Английского проспекта до обводного, от обводного до Варшавского канала. Как они прошли, чтобы оказаться точно в то время, когда Плеве выезжал. Ну и, в общем-то, разорвал его практически на куски его. Ну, я не знаю, тренировались они или нет. Наверное, чуть-чуть тренировались, но вообще, конечно, поразительная организация с точки зрения менеджмента, да, чтобы поделать везде, должны быть свои профессионалы, даже здесь. Вот, значит, это здание интересно несколькими вещами. Ну, во-первых, здесь по роли крестьян, прямо вот здесь вот, да. То есть, я не знаю, как сейчас вы наказываете своих крепостных, да, и своих слуг. Сами вы их порите или кому-то доверяете, да. Это ваше дело, я здесь не претендую вообще ни на что. Раньше можно как было сделать? Можно было отправить своего слугу по назначению, написать бумажку, типа там, всыпать ему десять раз. Ну и, соответственно, ему бум-бум-бум, ему написали, всыпали, он пришел, читался. И есть стихотворение Некрасова. Вчерашний день часу в шестом зашел или в седьмом, я не помню, в каком там, в общем, поправят. Зашел на стену, и там били девушку кнутом, крестьянку молодую. Вот били ее вот прямо здесь, да. Естественно, вокруг стоял народ, это интересно всегда, когда бабу-то лупят, да. Наверное, там были любители вот малолетних девочек тоже, как бы потом у себя там в душных комнатах занимались определенным процессом воспоминания этого. Но не пишет Некрасов на самом деле о том, за что ее здесь по роли, да. Об этом мы сейчас еще поговорим. И еще, соответственно, здесь у нас отсидел Федор Михайлович Достоевский, про которого мы сегодня будем много говорить. Я хрен знает, как я это все успею, постараюсь как-то очень оперативно и быстро это сделать. Дело в том, что это был уже этап, я сегодня буду рассказывать про журналы «Время и эпоха», которые издавали, соответственно, братья Достоевские. А это уже был этап, когда он редактировал газету «Гражданин» князя Мещерского. Они оба были консерваторами, но Достоевский на тот момент уже стал консерватором, но он больше такой в христианский консерватизм перекатился. А Мещерский был прям такой монархический консерватор, ну и гей еще на ту беду. И, соответственно, конечно, когда Достоевский оказался главным редактором «Реакционной газеты», это вызвало некие вопросы в обществе. Ну, он-то там как хотел? Он, естественно, хотел эти свои идеи почечниться продвигать и все такое прочее. Был закон, согласно которому любая цитата императорской особой должна подвергаться цензурированию. Ну, то есть ему нужно подавать в цензурный комитет, что бы он ни сказал. Даже «здравствуйте», да, все равно подать. И приехали какие-то там киргизские депутаты к этому царю. Он там вышел, он ему что-то сказал. Ну и Достоевский, соответственно, об этом заметку пихнул. Ну и, в общем, суд и прочее. Анатолий Федорович Коня, о котором, на самом деле, я уже рассказывал и в прошлом раз. И будет у меня подробный рассказ о нем, когда мы будем гулять. И я буду рассказывать про покушение Веры Засулич на губернатора Трепова. Коня там сыграл ключевую роль во время этого процесса. Он уже был тогда опальной персоной. И он, ну, договорился о том, чтобы Достоевский заехал туда, на эту гауптвахту, в удобное для него время. И он писал в своем дневнике писателя, что да, он там отсидел, примило два дня на втором этаже. Вот. Потом там была автобусная станция. До нее, еще в революционные времена, там была как бы Сеста с того времени. А потом, в 86-й год, там был, соответственно, автобусная станция. Туда заехал террариум Ленинградского зоопарка, да. То есть, змейки там были. И, прикиньте, террариум сгорел. То есть, несчастные гады, погорели там. Буквально там какой-то пол, сужик и гадюк и выжили. Вот. Отпроводки неисправно это все случилось. В общем, с тех пор террариум съехал. А сейчас там находится наш петербургский район. Туристический центр, где вы можете прийти и узнать какую-то информацию вас интересующуюся. Здесь у нас переулок Грифцова. Мы переходим. Да, так вот, здесь раньше, на самом деле, ну, изначально торговали с Рогож. Ну, вот я прямо сейчас вам подставлю, да, цветные, да, Паттерсона знаменитые, как бы, картинки. Ну, и не только его, которые изображают живописность этой площади. А потом по проекту и реаниме Китнера. Китнер и Шрётер – это любимые герои моих рассказов. Шерочка с машерочкой, потому что они топили за кирпичный стиль. Здесь были построены три павильона из стекла и металла. Это был прогрессивный абсолютно на тот момент прорыв. Потому что, ну, никто до этого этим не занимался, строительством таких вещей. И они были распределены по функционалу. То есть, один был строго там мясной, дичь и прочее. Во втором там зеленщики и так далее. А третий – маскательный ряд. Маскательные товары – это бытовая химия, по-нашему говоря. Но потом и их снесли. Потом здесь уже в советское время тоже какие-то павильоны построили. Я их еще помню. А потом и их снесли. Тоже убрали. А в 90-е годы здесь была жуткая толкучка. Абсолютная, просто. Я сюда, когда у меня не было вообще денег, я жил в Маховой. И вот как только у меня деньги какие-то появлялись, я приходил, покупал там, я помню, вот на месяц у меня 30 банок консервов с рыбой. Значит, несколько пакетов гречи и риса. И я вот прям распределял, что, ну, по крайней мере, там обедом и отчасти ужином я обеспечен. То есть, я могу этот вопрос закрыть. Так я жил. Мы с вами приходим, на самом деле, вот там вот будет у нас сейчас переулок Бренько, а тогда он был Таиров переулок. Значит, во-первых, он связан с событиями 1831 года, когда здесь случился холерный бунт. Коронавирус — это вечная история, на самом деле, да, то есть он по-разному назывался, но эпидемии были всегда. В Петербурге в 30-е годы водопровода не было практически вообще никакого. И, соответственно, здесь, ну, вообще, тут был, например, обжорный ряд такой, где торговали под низшими фруктами, рыбонькой с душком, да. Конечно, наши советские сатирики говорили, что лососина может быть только одной свежести. Но там народ не волновал это особо. Ну и плюс вот этот весь контингент местный, особенно Звязинской лавры, про который я скажу пару слов. В общем, короче, понятно, да. В общем, холера. И раньше боролись очень просто, да, с строгими карантинами. Ну, Николай I вообще свалил в Петергов переждать, пока эта вся история закончится. И здесь, вот там, в Таировом переулке, тут был лазарет. Вообще ведь не хватало ничего — ни медикаментов, ни врачей, да. Кстати, был врач, лекарь и фельдшер — это были три разных категории, на самом деле. Я вот сейчас читаю книжку про Ивана Петровича Павлова и вторую из этой же серии про Лесгофта. Еще, по-моему, в 56-м году, тогда еще, по-моему, даже не военная медицинская академия, а хирургическая, медицинско-хирургическая академия, там были разные понятия, значит, доктора, доктора хирургии, доктора медицины. Это все были разные вещи. И, соответственно, в народе пустился такой слух о том, что там доктора, они людей не лечат, а убивают. Ну, если сейчас, вот, да, у меня тут будет в блоге пост про вакцинацию, да, мы наблюдаем вот этот абсолютный психоз и маразм людской. Вы понимаете, что тогда творилось? Все, народ собрался, пошел туда и поскидывал, значит, этих несчастных врачей вместе с тюфиками из окна. А падение из окна с жизнью, оно не очень, как бы, совместимо, да. Ну, и все, разразился холерный бунт, его подавляли войсками. Если вы посмотрите на памятник Николаю Первому, не жили Ливанец все-таки, а? Ну, надеюсь, что мы все-таки успеем, пойдем туда. На памятник Николаю Первому на Исаевской площади, то вы увидите там четыре барельефа. Значит, один — это открытие Веребинского моста во время строительства тоже лесодороги через, из Петербурга в Москву. Второе — это Спиранский подносит ему, соответственно, свод указов. Третье — это, конечно же, декабрьское восстание. Ну, и четвертый — вот Николай Первый стоит, значит, в коляске и что-то там вещает публике. Это такая официальная пиар-версия, что он сюда заехал, вот этот бунт, да, и, значит, на колени все упали. Но это пиар-байка, конечно, да. Николай Первый был смелый человек, надо дать ему должное. Он вообще был в своем городе, в своей стране, но, я думаю, на такое даже он не решился бы. И есть несколько байк по этому поводу, что когда он заехал, он, как говорится, ему лейб-медику Аренту, это тот самый, который Пушкина пытался вылечить безуспешно, типа, дайте-ка мне эту, Сулейма это называлась, да, и выпил ее. И Арент в ужасе сказал, да вы же это, лишитесь зубов, ну тогда вы мне сделаете новый челюсть, сказал Николай Первый. Ну это тоже такая байка официальная. И, в общем, на самом деле вот здесь прямо была та-та, да, то есть, конечно, народ доводить до такого состояния крайне опасно. И этот переулок, сейчас вот он носит там вот мемориальная доска, имя Петра Бренько, он в сентябре 1901 года, он на самолете И-16, его называли Ишаком, он, когда у него закончились патроны, он отпилил просто своим пропеллером хвост мессершмитта, и причем удачно даже он не удалось спланировать, спланировать. К сожалению, буквально там уже через 10 дней погиб в небе надстрельный, поэтому вот в честь этого героического поступка был назван этот переулок. А тогда он назывался Таирован, значит, и этот переулок, он отображен как, соответственно, в преступлении и доказания Федора Михайловича Жерцаевского, вот так, опять-таки, в тех же самых петербургских трущобах. Здесь вот такой двор с галерейками на самом деле, с голдарейками у нас вот есть. Обратите внимание, этот дом вот там вот, это бывшая галерея, то есть его можно вот так вот по кругу обойти. В Москве есть голдарейки, а у нас вот здесь галерейки. Да, значит... Сюда ходит Раскольников на самом деле, вот этот Таиров переулок, общаться с этими дуклидами, да, ну как сейчас у нас есть Наташа и Снежана, да, ну и в то время все было то же самое на самом деле. И он описывает в своем романе «Преступление и наказание» о том, что здесь было два типа заведений, значит, весьма увеселительные и, естественно, что-то выпивательные какие-то такие, значит. Ну, короче, поражаясь по-простому, бордели и кабаки. Естественно, Достоевский не пишет в чистом виде об этом, но он описывает женщин, которые выбегали там из всех щелей. Они были одеты в пестрое ситцевое платье, в грубые сапоги из козьей кожи и они все были простоволосые. Вот каждый раз рассказывают, что глагола «простоволосилось» он появился неспроста, потому что это первый признак проститутки – распущенные волосы. Видите, какая чудесная картина перед нами открывается. Ну, я вам сейчас еще кое-что покажу. И Раскольников сюда приходит. Логичный вопрос, откуда Федор Михайлович знал об этом, что здесь вот эти проститутки живут, как они разговаривают. Я думаю, ему друг рассказал. Да, он приходил и говорит, Федя, слушай, там есть такой переулок, ты сам туда не ходи. Там всякие непотребные женщины, но я тебе расскажу, как там все устроено. Вот мой любимый угол. Посмотрите, какая прелесть. Искусственная челюсть. Да. Вот здесь вот видите, чудесная картина, где окна в окна. И обратите внимание, что эти дома соединены, видите, такими швейлерами. Это неспроста, это на самом деле ребра жесткости, чтобы они не упали, не гуляли. Потому что вот здесь одни из самых мощных контрфорсов, содержащих которых я вообще видел в Питере. Вот видите, какая стена специальная, да. Это сделано для того, чтобы этот дом нафиг не рухнул на вас с одиноким окном. Вот там у нас черной угол. Ну, достаточно, кстати, ухоженный дворик. О, господи, смотри, кисоньки тут у нас. Не спугни. Ну, сейчас уже не так жарко, как вчера, например, да. Лежбище, видите. Кошачье лежбище. Да-да-да, ему хорошо, ему сшибись. Ладно, отстань от него, вот иди сюда, покажу. Вот чудесная фреска, которую до сих пор не замазали, хотя она все превращается в труху все больше и больше. Ну и вот, видите, сочленение объемов на самом деле. Один флигель, второй флигель, в общем, как могли, так и строили. Поэтому Феде рассказали, да, про всю эту ситуацию, и он вставил это в свой роман. Вот тоже, видите, усиление идет. Технологии такие были. Строили вот таким образом, что дома могли просто, ну, падать, а на каждых своих экскурсиях, в виде экскурсии показывали такие, так называемые эти, видеомаячки. Да, мы можем выйти там, на самом деле. Ну, пойдем здесь выйдем, хотя там интересный элемент есть. И этот же Таиров переулок, который, естественно, славился вот этими всевозможными увеселительными заведениями. А, закрыто. У вас есть пипка, нет? Нет. У меня-то? Ухрен с ним. В прошлый раз было открыто. Ну, тогда выйдем там, где я изначально хотел. Так. Где у нас Таиров? Да. Это Достоевский у нас Гоптвахта. Видите, опять кусочек Нью-Йорка у нас. Вот эти лестницы. Еще байка, ну, это Синдаловский писал. Синдаловский пролопатил всего Пыляева, естественно. Да, в основном оттуда он свои байки писал. Что телеграммы поступают. Холерный бунт побежден. Петербуржцы скоро передохнут. И в ответ не могу понять, на какой слог ставить ударение. Передохнут или передохнут. Ну, в 1931 году не было никаких телеграмм, понятное дело. Поэтому... Даже вот такая вот история. Да, причем, что это посылает губернатор Эссен. Ну, про него говорили Эссен умом тесен. Был такой не очень умный персонаж. Желтые билеты. Вот, петербургские трущобы. Часов в 12-м вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Синой. Путь лежал мимо Таирова переулка. Первое, что поразило меня, это кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Короче, он описывает эту ситуацию, когда просто среди бела дня избивали какую-то женщину. Он подошел к полицейскому, который стоял там, как он писал, в олимпийском спокойствии. Сангретаев, типа, сами решат эти проблемы. Ну, и тут же выскочили их товарки, пытались ее оттащить, и она отплевываясь кровью, как бы, ушла. И вот он опять пишет про этот разврат и прочее, да. Вот такая веселая атмосфера. Значит, эти два дома, они построены по проекту замечательного архитета Хренова. А раньше, вот в той стороне, одним флигелем на Фонтанку, вторым на Забалканский проспект, выходила так называемая Вядемская лавра. Это были дома, принадлежавшие одной из этих князей Вяземских, где были лицевые, соответственно, дома, и были флигели. Там были и бани, и номера, и прочее, прочее. Но они занимались тем, что сдавали их не только по комнатам, но и по углам. Было такое понятие, снять угол. Естественно, никакого бабла они не вкладывали в поддержку состояния этой своей недвижимости. И это была самая настоящая колаака. Вот именно оттуда выходили основное количество преступников. Ни водопровода, ничего не было. То есть вот, понимаете, мы сегодня будем говорить про понятие снимать квартиру или угол от жильцов. Это значит, вы снимаете что-то и субаренда у вас начинается. То есть вы задаете углы или комнаты. Да, кстати, вот этот дом, он принадлежал человеку по фамилии Перец. Но на самом деле у него была русская фамилия. Он был... Перец. 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 Да, Перец. Да. Он был торговец, и к нему на самом деле там паренька пристроили. И паренек так вообще себя продемонстрировал, что когда... А у Переца не было, соответственно, потомков. Он ему... А, у него причем он торговал вином, а у того были такие прямо знатные способности в дегустации вина. Да, причем его даже привлекали как эксперта в дело подделки вин. Акимов, вот. Акимов его звали, этого паренька. И, в общем, Перец ему сказал, я готов отдать тебе дело, если ты оставишь мое имя. И он, ну что, согласился и стал Перецом. Да, да, Яков Перец. Хотя, по самом деле, Акимов. И вот такие вот дома, но этот, по-моему, дом по его жене принадлежал на самом деле. Вот, это архитектор Зазерский построил, замечательный архитектор. Да, и, в общем, вот эта Вяземская лавра. Это были такие, знаете, ну, очень циничный юмор народный. Потому что бараки при стеклянном и фарфоровом заводе называли стеклянные номера. А вот там дальше у нас набережная обводного канала. И там треугольник красный, знаменитая фабрика. И принц Лихтенбергский на свои деньги построил деревянные бараки для рабочих. Их называли принцевы палаты. Ну, и Вяземская лавра, это тоже лавра, это самое благочестивое вообще заведение из всех вот этих вот возможных. Да. Было там прекрасное место под названием Мышеловка. Куда полиция наведалась и всегда кого-нибудь, соответственно, сграбастывала. Вот я сейчас пишу роман-корень такой фэнтезийный. Вот там, на самом деле, в первой главе у меня... Ой, извините, корень я уже написал. Лекарь, лекарь. Там вот граф, не буду говорить его фамилию, чтобы не портить интригу. Я его придумал. Да, вот этот граф, он туда, соответственно, отправляется в эту как раз Мышеловку в поисках того, о чем вы потом прочитаете, на самом деле. Да, то есть, в общем, вот эта площадь, это была такая самая настоящая Клоака, которую пытались приводить в Божий вид. Вот я уже рассказал про Китнера и так далее. Мы сами сейчас перейдем вот по этому мосту, потому что мы направляемся уже вот туда, где жил Федор Михайлович и так далее. Значит, ну, вы помните прекрасно, что Федя вон у нас по делу Петрашевских заехал. Я, кстати, тут читал вот, когда биографию Лесгов-то, я породился вот очередной раз вот этой кровавой царской власти. Там был такой Ахшарумов, который по делу Петрашевского заехал. Так он, прикиньте, он потом вернулся из ссылки, ему дали закончить военно-медицинскую академию, и он взял потом карьеру. Ну, это просто застрелиться не встать. Я не знал об этом факте. Мне в школе о нем не рассказывали. То есть, все-таки, конечно, по сравнению с наступившими потом 1930-ми годами, царская власть была просто бигетарианской. Я ее никоим образом не защищаю, потому что она была своя идиотия, но просто все же познаются сравнения. Вот. И с Достоевским тоже, кстати, очень интересная история будет по поводу вот этой всей его журнальной деятельности. В общем, он у нас с каторги откинулся на поселение, ну и потом, когда ему разрешили уже поселиться здесь, значит, его брат Михаил Михайлович Достоевский, у него тогда уже была большая семья, жена, причем он так его достаточно баловал, он подает прошение об издании журнала. Называет его время, но сначала он его не стал ждать, у него и денег не хватило, ну и плюс есть версия логичная, что он ждал приезда Федора Михайловича, потому что, ну, у него брат литератор. Вот видите, у нас очередная антисанная решетка. Вот здесь находится. Вот так вот обойдем, чтобы интересно было по кругу идти. И потом Федя приезжает, значит, вот там на Гражданское и следующих улицах, где мы с вами окажемся, там аж три адреса они сменили, потому что там как раз редакция бегала. И они начинают выпускать журналы, причем Достоевский, он об этом постарался раструбить везде, он покупал рекламу, хотя Михаил был против, но Достоевский, поскольку он понимал, что реклама двигатель торговли, он давал рекламу в другие издания. И у них была такая концепция почвенничества. Значит, если я сейчас спрашиваю, что такое почвенничество, то, наверное, вы мне ответите, что, ну, что-то связано с почвой, да, то есть надо, не знаю, в почве, может, сажать что-нибудь там, копать и так далее. На самом деле это такой поверхностный взгляд. А я вам сейчас еще один замечательный закуток хочу показать. Значит, идея почвенничества заключается в том, что для вообще, ну, и слоноофилов, и для Достоевского... Это какая-то чудесная картина. Ну, как тут не напишешь преступление и наказание, да? Петр Первый был ключевой персоной, потому что он разделил общество на две части, да, вот. Дворяне стали не похожи на простых мужиков, они стали, конечно, образованные и все такое прочее, и вот с тех пор этот раскол и пошел. Значит, задача почвенничества заключается в том, чтобы поженить обратно, да, дворян и простой люд. Причем, чтобы они обогатили друг друга, чтобы дворяне передали простым людям свои знания, навыки и опыт. А простые люди вот эту вот сохраненную, вот эту вот нашу русскость, вот эти скрепы, вот это вот все, да. Очередная она шахта от бомбоубежища. И вот здесь посмотрите, видите, тоже такая специальная стенка стоит, контрфорсовая. Это, опять-таки, чтобы этот флигель сюда не грохнулся. Дальше у Достоевского в этой концепции, где он, на самом деле, он привлек такого Аполлона Григорьева, потрясающий персонаж, он спился потом, сбегая вперед, хочу сказать. Он вообще сам из Москворечия, он в Москве родился, да, он это почвенничество начал еще москвитянинами, такой московский журнал славяно-хинский. Вот, а потом перекочевал сюда. И вот они этого Григорьева приняли, и на самом деле там у них печатались, и даже Тургенев печатался, у них Щедрин печатался, еще там ряд известных персонажей. Значит, второй момент, ой, закрасили тут, блин, тут тоже было очень смешно написано и нарисовано. Вон, видите, какие идут усиления стены. Дальше Достоевский, это сейчас не понравится некоторым, ратовал за развитие капитализма, потому что он считал на тот момент капитализм прогрессивной системой, чтобы нам не стать сыроемым придатком. Ну, как вот в воду глядел Федор Михайлович, то есть мы уже тогда, да, то есть не газ тогда был со света, а другие вещи, да. То есть капитализм России нужен. Ну, а потом в перспективе, соответственно, вообще люди мира должны объединиться, значит, то есть вот эта синергия, да, как вот дворян и крестьян, она потом должна преобразиться вообще в синергию всех народов. Ну, абсолютно утопичная идея, да, но она нашла популярность. То есть они стартовали, по-моему, с 1300, а потом у них уже к 63-му году был аж тираж 4 с чем-то тысяч экземпляров. Это дофига по тем временам. Сейчас мы секунду прервемся, потому что, видите, тут вот у нас одна мемориальная доска, ну, а тут вот у нас вторая мемориальная доска. У меня есть вообще отдельный выпуск такой, где стою просто, просто стою. Вот, в этом доме жил Федор Михайлович Стоевский. Здесь написан роман «Преступление и наказание». Он не совсем здесь полностью написан, да, но доска не врет. Значит, он жил на втором этаже. Ну, там это мы знаем из воспоминаний Анны Григорьевны Сниткиной. Вот я сейчас покажу книжечку, ты пока снимай очередную. Я ее, по-моему, показывал уже. Это очень хорошая книжка, я вам рекомендую прочитать. Конечно, Сниткина там, правда, кое-чего вымарвало. В частности, тот период Достоевского, который связан с его похождениями с Аплинарией Сусловой, да. Вот. Тут вот есть замечательные портреты. Ну, вот это понятно, это Перов, это то, что мы привыкли, да. А вот посмотрите, какой был Федя, да. Ну, вот это Сниткина. Вот это она же. Ну, симпатичная, но не красавица однозначная, да. Ну и вот. Это они уже в более таком зрелом возрасте. Да, значит... Давай это уберу. В общем, в чем был замес основной? Они, естественно, были такими идейными противниками, там, как писал Достоевский в своей программной статье, что мы не будем бояться мнения никаких литературных генералов, давай перейдем дорогу. Вот. В общем, они выпускают журнал, журнал начинает набирать обороты. Вот эта идея Пуща, сейчас она становится очень популярной в среде определенной. А потом там такой был сотрудник Страхов, он пишет статью про польское восстание. И там в таких очень завуалированных форумах он пишет, что, в принципе, у поляков есть право на самоопределение. Ну, то есть, во-первых, не надо их обязательно силой подавлять. Надо бы сначала духовно им объяснить. Духовно. А вот если они поймут, ну, может быть, они вообще имеют право. В Москве был такой Михаил Никифорович Котков, про который я миллион раз упоминал, но, может быть, как-нибудь подробнее расскажу. Значит, это был такой медиамагнат той эпохи. Московский вестник знаменитый у него там был. Ой, собачка, пойдем покажем собачку. И он, короче, он просто взъелся на этого страха, на эту статью. Он начал трубить во всей вообще рога о том, что Достоевский в своем журнале там подрывает вообще государственную устой. Что она настоящая? Нет-нет-нет, она живая, она только что ходила. Да, то что... А вот так вот учись, это вот как эти неподвижные статуи в Европах. То есть она замерла. Отличная модель была бы. Знаете, что самое сложное снимать в кино и клипах, это детей и животных. Вот это прямо вообще огонь. Да. Сфоткаться? Ну, сфотографируйтесь. Да вы что, я же развращаю молодежь. У нас сегодня девичник. А, у вас девичник? А у вас будет разврат? Да. Сегодня после двух, скорее всего. Вам столько еще ждать, что... Мне кажется... Вы девушка, нет? Нет, это мужик. Ну, как бы она девушка, но... Это девушка его. Нет. Рабочая сторона эта. Ну, давайте, давайте. Рабочая сторона? Вау! Я все время поражу, как девушки говорят, рабочая сторона. Что это значит? Да. Вы становитесь... Причем высаживаете двери? Я встану с рабочей стороны. Давай, давай. Добрый вечерочек. Девечерочек. Ну, вы всех перекрыли. О, давай. Вау! Все. Девишник... Аааа! Сука! Девишник удался. А кто женится-то? Угадайте. В смысле, выходишь замуж, извиняюсь. Ну, да, да. Хотя блеск что? Ну, так естественно блеск. Сути, а можно попросить так, чтобы ноги было видно? Они у меня длинные, красивые. еты, красивые, да. Красивые ноги... Началось... Так, о feeling of my feet, даже, не kalo-бы." Вы такие красоты're, не baixo даваете, меня. Даже поменьше. Кор輕ốiketere вот Да, я вот так вот пытаюсь дотронуть слойте. Да ладно. Ниже, 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 ниже. Ниже, ниже, ниже. Валерия, ниже. Валерия, валерия. Валерия. На керва, ферра, аааа. Все, готово. Нога видна? У-у-у-у-у, все. Отлично. Удачи вам в разврате Возвращаемся к нашим баранам Он забил во все колокола и журнал прикрыли Это причем произошло в мае 1963 года У них уже подписка набрана В ноябре-декабре происходит подписка Они бабло собрали и их журнал прикрывают Они сразу же подают Запрос на второй журнал И им его разрешают На самом деле Они разрешают только в январе следующего года Они хотели сначала назвать правду Потом почву В итоге эпоха Ну и короче в следующем году В 64-м тут случается жестко Значит убирает дочь Михаила Достоевского Умирает ведущий Как раз вот этот вот спился Аполлон Григорьев Благополучно Но умирает сам брат И Достоевский остается один Один просто С кучей 25 тысяч долгов Он все это на себя переписал У него остается 25 тысяч долгов У него остается на руках Семья брата Пасынок этот его Да еще жена его первая умирает В общем короче вот он Вот здесь вот сидит В этом Я так красиво блящу на солнце Здесь он сидит в доме несчастном Он пытался за 300 рублей Там он писал За 300 рублей продайте повесть Соответственно преступление и наказание Никто не хотел ее убрать И все И он подписывается с Тиловским Был такой издатель Такой хищник Который поджидал Вот он Крестовского Глинку Поджидал пока у них будет Трындец И подписывал с ними Кабальные договоры И он короче Заключает такой контракт Достоевский Ему уже было 3000 Вот до зареза Вот здесь сейчас выложу Что значит они Стиловский получает права На роман Который Достоевский напишет По-моему к 1 ноября что ли Если это не случается Он получает права на все его издания Существующие и следующие И Достоевский это подписал И все Вот он сидит в полной жопе Вот в этой несчастной комнате Причем местный владелец О котором тут кстати Ни слова не сказано Забыл его фамилию Олонкин Он очень хорошо относился К Достоевскому Не всегда его теребил По поводу платы Ну и Федя что делать И короче Пойдем туда потихонечку Федя в общем говорит о том Что надо что-то делать себе Ему рекомендуют нанести Инографистку Ну нанять так нанять Окей Значит и он предлагает С Ниткиной лучшей Выпускницей стенографических курсов Работенку Она естественно Достоевского читала Ну не преступление Наказание тогда Естественно за деньги Да 50 рублей Это были большие суммы Большая сумма на тот момент Мы знаем тоже Из воспоминаний 50 рублей Но я потом отвалил И вот она сюда приходит Почему она писала Что она по дороге зашла В гостиный двор Карандаши там закупила И портфель Чтобы выглядит более деловито Такая Телочка на стиле Значит приходит Видит этого несчастного Мужика Весь какой-то сгорбенный Серый Обстановку Она пишет например О том что там зеркало стояло Она была просто придвинута К одному из окон Ну то есть симметрия Как бы была разбита И говорит это было ужасно Просто Но как только он стал с ней говорить У нее глаза зажглись Она кстати обратила внимание Что у нее разные глаза У него соответственно Один был карий А во втором другой цвет Потому что Он во время одного Из эпилептических Своих припадков Он повредил себе глаз И капал туда капли И у него соответственно Был расширенный зрачок То есть на самом деле Достоевский выглядел Такой как полуволант Для нее Ну и вот Все И они начали работать Она приходила к нему Она ей надегтовала Она соответственно возвращалась На пески ходила Пешкодралом Это туда За площадь восстания Приходила к нему Он проверял Все Ночью он придумал следующее И короче они успели Они успели Причем Стеловский Эта сука такая Он специально уехал Из города Ну а она посоветовалась Там и с Майковым И там со всеми другими Делами Ну как сейчас Вам надо Какой-то копирайт Свой зафиксировать Вы сами себе Посылаете письмо Допустим Да Вот стоит Почтовый штемпель Она просто нотариально Заверила И отдала ему Все И Достоевский Выкрутился И вот Как я всегда говорю Вот повезло же Ему Да С бабой Ну не только ему Есть много таких Историй Когда Соответственно Женщины окружали Талантливых мужиков Внимание Она Когда увидела В какой он находится Вообще состоянии Он же еще был Лох вообще Царя небесного Потому что К нему приходят Кредиторы Говорят Знаете Там было не тысяча А две Он говорит А да Ну и подписывает Нолики там Пририсовывали В общем Короче Труба Вот видите Дом Раскольникова Считается Как бы Как бы считается Но я об этом Сейчас скажу Еще Здесь у нас Есть еще Вот такая Отметка На самом деле Эту отметку Нужно сделать Вот здесь Потому что Дом осел Слой культурный Поднялся Все наводнения Я уже рассказал По-моему Об этом Все наводнения Случались В основном В октябре Ноябре Вода Она такая Предрасполагает Купанию Естественно Вот Народ плавать Не умел Тотально Потому что Это было не нужно В те времена Ну и Все тонули Былки получены Да И что делать Ниткина Она короче Продает Своё Приданное И на эти бабки Увозит Достоевского В Европу И тем самым Она его спасает Фактически Да Ну и вот С этого момента У них начинается Совместная История У них Первый ребенок Умирает Это Ну вообще Жесть Как бы На самом деле Но К сожалению Ну первое Это самое страшное Конечно К сожалению Это была такая Распространенная Практика Детская смертность Была ужасной Вот Но вот Тем не менее Анна Григорьевна Сниткина Его Вытянула Вытянула Дала ему Сказать Платформу На которой он Соответственно Построил Все свои Дальнейшие успехи По поводу Петербурга Достоевского Ну Я уже говорил Об этом неоднократно На самом деле Первым Кто об этом Этим занялся Это был Анциферов Он выпустил Книжку Петербурга Достоевского От нее Пляшут Все эти Достоевского Веда И прочее Дело в том Что если мы Посмотрим На Начало Преступления Романа Преступления Романа И наказания Романа Преступления И наказания То там Оно Начинается Следующими словами Что в один Из жарких Июльских дней Значит Один Я не помню дословно Уж простите Там человек Который снимал Комнату От жильцов Это важно Да то есть он Вот как Вот принято было То есть кто-то Снял Квартиру И сдавал И по комнатам От жильцов Вышел В СМ Переулке В столярном Переулке И пошел По направлению К К Дефис Ну Мосту К Кокушкин Мосту Ну вот Читается Что он вышел Из того дома Кокушкин Мост Это мост К которому Мы с вами Сейчас направляемся Но Значит Дело в том Что сам Витя Федор Михайлович Он Ну не оставил Как бы Никаких Точных Указаний Распоряжений И прочее Что-то он Рассказал Своей жене Да Поэтому Все вот эти Адреса Они очень условные Особенно Дом старухи Проценничества Где я живу Да И куда Собственно Сейчас направлюсь Потому что У меня все наоборот Я почему-то Летом оказываюсь В центре города А в не сезон Я отправляюсь Сестра резк Жить Ну потому что Летом у меня тут Все экскурсии Проходят Вот Поэтому Когда вам На серьезных щах Чего-то там Рассказывают Вы конечно Доделите это надо Потому что Я тут недавно Выхожу из квартиры Ну и постоянно Группы И там Эти гиды Что-то там вещают Иногда они вещают Такое Что да И там же Двор такой Треугольный И дальше Еще маленький дворик И он говорит Вот Можете посмотреть На самый маленький Дворик Петербурга Но он Мягко говоря Не самый маленький Дворик Петербурга Если вы ходили бы На мою экскурсию По проходным ворам Вы обедем знали Но поскольку По проходным ворам Никто не водит Экскурсии практически То Для вот этих людей Первый раз Вообще Зашли во двор Потому что Их там вот Сажают на котировку И потом Еще куда-нибудь Возят там Красивые фасады Соответственно Они думают Что это Самый маленький Дворик Петербурга Но это как бы Не так Вот Я никогда Никого не поправляю Я вот не из этих Знаете Кто там В комментариях Не Не знаю Там 38-39 год Да ради бога Господи Тетенька Засмотрелась На Телефон Снимала меня На телефон За рулем Вот он Видите Какушкин мост Вот мы С вами находимся Там Где начинается Роман Преступления И наказания Вот он Как бы Прошел этот путь Он вышел Из того дома Пришел Вот сюда Встал Да Посмотрел на воду Поплевал Грустно И возможно Пошел в Таира Переулок Ну В романе Это конечно Нет Но тем не менее Этот мост Нашел свое отражение Еще в ряде Вещей Значит Ну Вот этот вот дом На самом деле Это первый Как бы Один из первых Питерских непоскребов Он был построен Еще при Николае Первом Он связан Например С именем Гоголя То есть Заходный дом Зерков Да Заходный дом Зерков Записка сумасшедшего Есть такой пассаж Я развернул свою зону Тихо отправился За двумя дамами Перешли в Гороху И поворотили в Мещанскую Оттуда к Столярному Наконец К Кокушкиному мосту Вот И остановились Перед большим домом Этот дом я знаю Сказал о себе Это дом Зеркова Эко-машина Какого в нем народа не живет Сколько кухарок Сколько приезжих А наши братья чиновников Как собака Один на другом сидит Гоголь же начинал На самом деле Чиновников В Питере Ну отсюда все эти Шинели и так далее Там есть у меня Один приятель Который хорошо играет на трубе Да мы зашли в пятый этаж Видите как Не на пятый А в пятый этаж Они зашли Вот как фразеология Как меняется Да со временем Ой как хорошо Что мы стали там А не здесь Да Хорошо подумал я Теперь не пойду А замечу место И при первом случае Не примену воспользоваться Вот и речь идет Вот про этот дом На самом деле Который Гоголь описал А у Александра Сергеевича Пушкина Есть замечательный эпизод Про этот мост Связанный с тем Что в Невском лимонахе Вышли две картинки Посвященные его поэме Евгений Онегин Там значит Непосредственно Татьяна Ларина Была изображена Такая плотная Рубинцевская баба И значит Поэт с его героем И Пушкин написал следующее Вот придя через мост Кокушкин Опершись Жопой Ограницам Александр Сергеевич Пушкин С месье Онегиным Стоит Да Вот так вот он Злобно Об этом Едко Язвительно Как он мог Написал Ну и Когда он про Татьяну Ларину Написал Что она значит На потирку Разорвала Этот Невский лимонах Вот это вот Огромный такой дом Это дом Радькова Рожнова Построенный по проекту Павла Юрьевича Сизора Одного из моих Любимых архитекторов Эпохи Эклектика Он очень соответственно Любил Такие вот Богато Облепленные Темы Вот видите Эркер такую Угловой Тоже его фирменный знак Друзья мои Пока тут скачок со звуком Хочу сказать Что я тут Как обычно Понаговаривался И 1901 Сказал Вместо 1941 И Плеве звали На самом деле Вячеслав Константинович Ну и еще там Пару моментов Я думаю Вы это стерпите Жил и в общем-то До самых своих последних дней Дмитрий Григорович Григорович Тоже ключевая персона В биографии Достоевского Я уже снимал В другом месте Экскурсии Где я с черным Ракезом хожу Где показывал Где Достоевский Умер Где началась Литературная слава Вот она началась В доме Могулу Графского И Владимирского Где как раз Он жил с Григоровичем Они вместе учились В инженерном училище Которое располагалось В Михайловском Замке Дмитрий Григорович Это уникальный Персонаж У него как бы Немножко такая Похожа на Пушкину История Потому что Пушкин Сначала на французском Говорил А потом на русском Григорович точно так же Вообще у него был Такой явный Французский акцент Он по-русски Сначала не очень хорошо Изъяснялся Но постановил себе Что надо Надо Выучиться И выучился И он Ну Одно из самых известных Произведений Гуттаперчевый мальчик Вот Он Как раз таки Из его воспоминаний Мы знаем О многих вещах Связанных с Зостоевскими Не только с ним И с Островским И с Гончаровым Причем кстати Он пишет Порой очень нелицеприятные вещи И Узнаешь О том Что Гончаров На самом деле Вообще редкая зануда И очень завидовал Там коллегам Про Островского Даже много чего Про Тургенева Очень хорошие отзывы Про Толстого Очень хорошие отзывы Но именно Григорович На самом деле Он Он начинал С так называемого Физиологического романа То есть Это История такая Когда вот ты Пишешь Не романтические истории А как оно есть И вот у него была Такая повесть Петербургские шарманщики Которую он прочитал Как раз за Таевскому Вот там В городском переулке И вот характерный пассаж Григорович Вот он был не стилист Он писал о том Что когда шарманщик Закончил Свою игру Ему там Кто-то из окна Выкинул пятак И он упал к его ногам И Достоевский говорит Не то Все не то Все должно быть не так Он говорит Пятак упал на мостовую И Звиняя и подпрыгивая Да Покатился к его ногам И вот видите В чем заключает В чем отличие Да Гениального писателя От простого Журналиста И Григорович Он на всю жизнь Запомнил этот совет Достоевского Потому что в нем все Именно Григорович Отнес поэму Петербургскую поэму Петербургскую повесть Бедные люди Некрасову Вот видите дом Радькова Рожнова Здесь Табличка А нам надо сами Вернуться на канал И на следующий угол Пройти Он принес ему Пояс бедные люди Сказал что Вот гениальное произведение Они ее прочитали И Вот проплакав Там на дне В 4 часа утра Пришли И разбудили Соответственно Достоевского Сказали что Это гениальное Это гениальное Вот Я об этом рассказывал То есть на самом деле Что Григорович Что Григорьев Это все вот Люди одного круга Которые имели отношение К Федору Михайловичу Григорович на какой-то момент Кстати он Отошел от Литературной деятельности И он Уже в 80-х годах Он написал Очень такое Прямо Трепетное письмо Антону Павловичу Чехову О том что вы знаете Он еще был Антоша Чеханте Я прочитал Ваши Вот это вот Вот эти ваши рассказы И я Ну гарантирую Что вы В общем очень талантливый В части даже гениальный писатель И Чехову он писал Что это Знаю Ну что он после этого В себя поверил То есть вот Вот такой был На самом деле Абсолютно Теплый Отзывчивый человек В мире Пережил Он всех И Достоевского В том числе Вот Но воспоминания О его жизни Конечно Сохранились у него до конца Вот здесь вот у нас На этом месте Раньше стояла церковь Вознесение Отсюда у нас Соответственно Название Вознесенский проспект А вот там дальше Дом Такой трехэтажный Вот он Связан с Партией народная воля Именно в этом Доме Была Конспиративная квартира Где делались бомбы Для покушения На Александра второго Первого марта 1881 года И именно Сюда Именно отсюда Эти бомбы Отнес Кибальчич и Перовская На тележную улицу А уже на тележную улицу Пришли Соответственно Четыре бомбометальщика Вера Фигнер Есть прекрасные воспоминания Она пишет о том Как всю ночь Там Горели эти горелки Три человека Изготовляли эти бомбы Она тоже помогала Пока могла Чем-то Дом этот сохранился Видите Он не перестраивался С тех С тех времен Кстати Вот это здание Если не знать Можно решить Что это какая-то Классическая тема Но это вот такой Сталинский На самом деле Ампир Вполне себе Да И Отсюда Соответственно Фигнер Съехала И когда она съезжала Ей помогал У нас Суханов Военный офицер Но об этом Я расскажу более подробно Потому что у нас будет Отдельный маршрут Там дальше Фонарный период Где произошел Знаменитый Экс-Фонарный И вот мы пришли Видите Дом Где Ну опять-таки Никому не Интересная доска Мемориальная В 93-м В 93-м Когда жил И умер Писатель Дмитрий Васильевич Григорович Я вам сейчас покажу Его портрет Сначала молодой С такими бакенбардами Такой кролосаучик А потом Соответственно Портрет Крамского Уже в старости Тоже кролосаучик Ну вот Собственно Друзья мои Как-то так Еще одна часть Петербурга Ну и Достоевского И не только В моем исполнении Пойдем потихонечку туда Потому что нам Надо будет вернуться Мы же припарковались Ну вот так вот Пройдем Я вам напоминаю Что у нас Идут экскурсии Активно Сейчас я вообще Провожу уже Аж 4 раза в неделю Практически Ну там Если у меня Планы не меняются Четверг, пятница, суббота Воскресенье Причем я уже Начинаю передвигать Ближе к К вечеру Расписание есть На сайте Смотрите Напоминаю также Что у нас Есть Три замечательных Книжки Первая Это Остросоциальный Роман Корень Про петербургскую Жизнь 90-х Вторая Это Путеводитель По Невскому проспекту Невский с перцем Лучший В Галактике Может быть В других Галактиках Есть Но Этот Самый Прекрасный Хочется передать Привет Анечке Моей Прекрасной Подружечке Сейчас уже Мамы Сколько У меня там уже В школу По-моему пошел Да Интересная история Они распилили Квартиру на две У них была Пятикомнатная квартира Мужу ее Досталось Вместе с тетей Никак не могли Разменяться Ну и вот Пользуясь тем Что есть Соответственно Парадный Вход И черный Вход Они ее Раздерманили Надмены Ну вот Такое тоже Бывает В практике Ну и Третья книжка Это Книга Посвященная Пиару Во время Русско-японской Войны С большим Количеством Картинок Это все Можно купить Как у меня На сайте Так Собственно И После моих Экскурсий Я их всех Подписываю На этом Все С вами был Гид Павел Перец Серебряный Мальчик Как Серебряный Дождь Оставляйте Комментарии Увидимся Оффлайн И онлайн Пока Комментарии